Аквапарк Наверное, те, кто смотрел из соседних домов, действительно не могли отличить происходящее от настоящего пожара. Пожарные рукава раскручены и подсоединены к гидрантам, и вот уже огнеборцы бегом направляются туда, где есть задымление. Дым, кстати, настоящий, из дымовой шашки. Попутно они проверяют все помещения, в одном из которых находят условного пострадавшего, одного из сотрудников аквапарка, который по сценарию задержался в столовой. С ним тоже работают оперативно. Спасательную маску на лицо и бегом на свежий воздух. Кстати, пострадавший в случае необходимости сам должен быть одним из тех, кому предстоит проводить эвакуацию. Ты слышишь пожарную сирену. Что ты должен делать? Нужно немедленно среагировать, проверить наличие посетителей в аквапарке. Если они имеются, нужно их вывести на пожарный выход. Тем временем пожарные уже справились с задымлением и тушат условный огонь. Естественно, обывателям может возникнуть вопрос, что может гореть в аквапарке? Ведь там же так много воды. Действительно, в аквазоне горячих материалов нет. Да и воды там, вправду, предостаточно. Однако одной только зоной горек и бассейнов аквапарк не ограничивается. Например, по сценарию пожар произошел в одном из офисных помещений из-за короткого замыкания. Если вы думали, что аквапарк это только водяные горки, бассейны и тому подобное, то вы глубоко заблуждались. Потому что здесь есть вполне себе офисные помещения с очень даже горючим ДСП, деревом, пластиком, бумагой. Все это может гореть даже от простого короткого замыкания. Сложность именно в этом случае добавляет еще и то, что задымленное помещение находилось на цоковном этаже. По словам пожарных, это всегда лишняя проблема при тушении. Подвалы в обычных домах часто горят, потому что некоторые поджигают там, разжигают и приходится тушить. Это самое сложное, когда пожар находится на первом этаже, потому что все верхние этажи находятся в издымлении. Нужно всех людей вводить на свежий воздух. Что касается места проведения, то по словам представителей МЧС, аквапарк был выбран для того, чтобы пожарные могли изучить возможности довольно сложного по конструкции здания. Чтобы личный состав знал все помещения, знал все характеристики объекта, знал откуда, какое количество людей нужно эвакуировать. На данном объекте ежевременно может находиться до 3000 человек. То есть во всех зонах фитнес-зал, зона купания, зона отдыха. То есть объект с массовым пребыванием людей подлежит изучению личным составом МЧС. Для того, чтобы в случае необходимости личный состав знал свои правильные действия, где, откуда, на что обратить внимание при ликвидации, в том числе и пожара. Для эвакуации, кстати, в аквапарке действительно все предусмотрено. В случае срабатывания пожарной сигнализации открываются абсолютно все двери. Возможности выйти при этом очень много. Кроме основных выходов открываются несколько пожарных. Но даже если выйти не получится, то на этот случай в аквапарке предусмотрено 4 помещения, полностью защищенных от пожара. С отличной вентиляцией и возможностью дождаться огнеборцев. 4 таких комнаты готовы вместить около 100 человек. Естественно, при учебной эвакуации они не пригодились. Абсолютно пустой аквапарк. Ни посетителей, ни персонала. Только журчание воды и осознание того, что здесь во время пожара никто не пострадал и не пострадает. Тем временем пожарные уже сворачивают рукава и собираются возвращаться к себе в пожарную часть, где их ждут уже не учебные тревоги. Мы хотим поздравить сотрудников пожарной охраны с наступающим праздником и пожелать им как можно меньше пожара. Игорь Улитин, Даниил Сурков, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин